всем привет представляете забыла вам сказать друзья мои а у меня сегодня радость вылупились мои птенчики мамочка их спрятала от ветра так что вот мои дорогие у нас пополнение вот они если видите что вот такая хорошая радость чем я решила сегодня заняться я решила заняться выпечкой давно я не возилась тестом и вот решила мои дорогие друзья на печь хачапури это хачапури для моего мужа для моего мужа а также я хочу приготовить хачапури отправить для сына мужа друга у него сын играл в этот баскетбол упал и лежит дома с ушибом поэтому хочется что-то сделать вкусненько а также еще я хочу и весь печь что-нибудь сладенькое ему передать мальчику вот такие вот дела мои дорогие у нас ночь была такая такая была беспокойно ужасная ночь мои дорогие друзья такой ветер был так похолодало пришлось даже укрываться простыню прям до головы позакрывали все этот окна двери но я смотрю посмотрела на мою голубку она на месте все нормально вот такая у нас была сегодня ночь а я здесь вот видите вкуснятинки открыла ой спасибо моей подружки олечки хочу курки жарится но все мои дорогие и кстати я сейчас испеку для соседей тоже сегодня я решила день добра сделать до угостить близких мне людей на сегодня моей подружки операция идет небольшая операция но все-таки любое вмешательство хирургическое небольшое это все-таки как-то болезненно переносится для окружающих и переживаемые вот честь благополучного завершения я вот хочу угостить всех близких нам людей соседей что покушали за мою подружку колечку все у нее было хорошо естественно все будет хорошо даже еще лучше вот такое вот у меня сегодня тело посмотрите какой процесс вот я беру целую такую жмень сыра много тогда будет вкусно сыр у меня для тостеров и обычный такой как я покупаю сегодня я много готовлю очень много готовлю и пишу вам видео и надо бывает такая апатия ко всему видно устала да тут мне по бизнесу дела тут готовить надо тут и убрать надо тут и бежать скоро на йогу надо на зумбу вот здесь я приготовила плов сейчас придет мой ашкэм а у меня все готово сейчас залью кипятком и готова еда вот как хорошо заранее отварить нут положить его в морозилку раз раз и дело сделано а я сейчас вам покажу хачапури немножко так хорошо поджарилась смотрите для друга мой муж сказал что он днем ушел и игорь ничего страшного он говорит потом это говорит подогреть микроволновки ну вот мое дело угостить а их дело уже думать правильно так что вот это хачапури тоже ждет своего часа погода у нас знаете что уже прохладненько прохладненько как вот ну я например сейчас такой одежде шортиках и маечки ну ветерок уже прохладненький чувствуется вот наши женщины сидят есть у них время сидит тоже какие они счастливые счастливые а мама мордика у меня так и не появилась видите цветочки сначала есть и оплодики не завязываются и эти желтеют осень чувствуется по цветочкам осень чувствуется по моим цветочкам и здесь ничего нет плодов нет только цветочки ну что все равно я ее не кушала пойду готовить добрый вечер всем я бегу на зумбу надеюсь сегодня будет удачно такой такая желтая а вот он выжил тут да 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 надеюсь что сегодня все соберутся как день сегодня по расчетному я вообще ничего не поняла вот приготовила ужин хачапурями возилась целый день звонки и переговоры боже какой день как и всегда чувствуется осень я люблю осень у меня депрессия осень какая депрессия ну не хочется зимы да ну а что делать каждое время года по своему красиво надо с этим согласиться и все сегодня знаете что у нас две группы на зумби образовалась потому что очень много девочек пришли на зумбу мы не помещались там и вот две группы одна занимается 7 часов 7 15 а другая вот вот я иду на какую группу 8 15 потому что для меня 7 15 очень рано у меня иногда вебинары заканчиваются начинаются в 6 я не смогу пропустить и бежать поэтому я выбрала вот такое более позднее время ну на 15 минут раньше уеду и хочу сейчас посмотреть когда уходит автобус как и что все таки график поменяла уже знала когда автобус точно ушла пораньше чтобы контролировать всем доброй ночи мои дорогие в последнее время я очень много рисую рисую для своей семьи рисую на заказ и недавно моей дочери рисовала одно дело такое через один день она исполнилась друзья мои сейчас я объясню вам эту ситуацию дочь попросила меня нарисовать на дыме которого не приняли в школу и не в садик и ребенок был в подвешенном состоянии вчера был выходной в грузии мариан оба и конечно я очень переживала и все переживают что ребенку ребенок не трудоустроен марий в школу ирмочка в садик а он сидит дома и значит сегодня вечером после зумбы я пришла и позвонила своей дочери весь день боялась спросить ее и мне некогда было какие результаты она должна была отнести заявление в гимназию при монастыре ей посоветовали очень хорошие люди чтобы она обратилась туда и туда попасть шансов вообще не было потому что платить за год нахождение в этой гимназии около 3000 лари так не сказала дочь а бесплатно попасть это просто нереально но она так загорелась и говорит я хочу чтобы дети там учились там и обучают с ними уроки есть разные кружки это как школа продленка мы об этом все мечтали и дочь говорит мама порисуй свою нейрографику на эту тему окей я сказала я вот нарисовала за один вечер вот эти два рисунка и вечером моя дочь сообщила что мари и дэми идут завтра в новую школу друзья мои нейрографика работает сто процентов эти два рисунка сделали чудо нереальное реальным поэтому верьте учитесь рисовать исполняйте свои желания это не арт рисование это научный психологический метод с работы это работа с нашим подсознанием работа с нашими намерениями трансервинг реальности плюс нейрографика делают ошеломляющие результаты а вам спокойной ночи и сладких снов и надеюсь вот видите дэми чтобы учился пошел с сентября в 2020 году первый класс вот мои дорогие так что вот нейрографика работает я рисую сейчас для моей знакомой я уверена что это тоже испорти исполнится всем доброго утра друзья мои бегу на йогу бегу на йогу и понимаю что приходит осень вечерами прохладно вчера даже укрывалась одеялом пледиком таким ой как мухи кусаются здесь а осень не хочется не хочется чтобы начиналось как мы привыкли к этому тепло но днем будет жарко а купаться уже не хочется я так и не искупалась после того как вам говорила не хочется абсолютно но сегодня проснулась рано просыпаюсь после нейрографики всегда так плохо сплю и проснулась рано легла боже меня и скусали они легла потом опять заснула потом опять проснулась заснула боже мой не могла дождаться времени когда нужно выходить надеюсь немножко голова побаливает потому что наверное много спала надеюсь сейчас позанимаемся не занималась с утра и и продолжу и приду в себя волосики у меня уже отросли но вот это должно у меня быть вот до этих пор еще надо столько мне ждать чтобы до этих пор у меня выросла вот эта челка и тогда я сделаю ту стрижку о которой мечтала давно но все мои дорогие побежали смотрите какой я завтрак себе приготовила обалденный завтрак такой красивый такой вкусный сейчас у нас начинается по нейрографике вебинар я быстренько хочу не успеваю уже со шкэмом вместе и вот села ищу чтобы быстренько быстренько все успеть надо же успеть все вот так вот включаю инстаграм будет в инстаграме прямой эфир вот мой инстаграм подписывайтесь меня там можно найти Светлана от А82 подписывайтесь мои дорогие жду с нетерпением вот не хватает одного и будет сколько вот не вижу без очков восемь девять или девять девять ну ладно неважно приятного мне аппетита посмотрите что я сегодня решила приготовить пиццу с беконом вчера же я тесто делала посмотрите какая красота просто очень красиво я думаю сейчас может сыр надо еще сверху такой или достаточно жирности но это еще не все здесь шекер паре мой муж называет а я называю его шар шак шап шак вот сейчас я сделаю красиво тут вилочкой чтобы Вера был сироп уже сахарный сварила и мы тоже это хотим передать сыну друга который лежит раненый не раненый друзья мои он играл в баскетбол и упал неудачно и лежит с ушибом мы хотим порадовать этого подростка хулиганчика посмотрите как это красиво такая горячая тока вытащила прожаренная жарила где-то 20 минут при температуре 180 градусов шлажками будем ужинать всем привет мои дорогие вчера когда я готовила пиццу ко мне пришли неожиданные гости и мы все съели даже не заметили и вот сегодня мой муж попросил приготовить такую пиццу еще так что вот очень вкусная пицца сюда идет бекон сыр болгарские помидоры кетчуп майонез можно чуть-чуть по желанию приятного приятного нам аппетита приятного 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 всех до twitch Alice leads приятного погулять я